Одной из главных причин успеха сериала «Сопрано» стало то, что у некоторых актеров есть личный опыт взаимодействия с криминальным миром, что придает героям сериала особую аутентичность. В этом эпизоде мы выясним, кто из актеров клана «Сопрано» попадал в неприятности с законом не только на экране, но и в реальной жизни. А главное, кто из актеров действительно имел связи с мафией. Так что смотрите до конца. Первым в нашем списке идет один из самых ярких персонажей «Сопрано» Поли Галтиери, которого сыграл Тони Сирико. Тони – человек непростой судьбы, имевший непосредственную связь с печально известной семьей Коломбо. Жизнь Тони была далека от обычной. Он был арестован целых 28 раз за свою жизнь. Его преступный путь начался в 7 лет, когда его поймали на краже монет с газетного киоска. А потом он прославился в своем районе как мастер вооруженных ограблений. Несмотря на многочисленные столкновения с законом, Тони продолжал идти по кривой дорожке, что привело его к двум тюремным срокам. Первый – за незаконное хранение оружия, а второй – за вооруженное ограбление. Помимо этих серьезных преступлений, он часто попадал в полицию за мелкие правонарушения, такие как хулиганство и кражи. Во время второго срока Тони увидел выступление группы бывших заключенных под названием «Театр забытых». Это стало для него откровением. Он решил раз и навсегда отказаться от криминала и посвятить свою жизнь актерской карьере. И, как мы видим, не зря. Кстати, у меня есть отдельный выпуск, посвященный биографии Тони, ссылка в описании. Но если Тони сумел превратиться из бандитов талантливого актера, наш следующий герой пошел совсем другим путем. Лила Бранката-младший, сыгравший Мэтью Бевилаква, одного из сообщников в «Клане Сопрано» и перспективного брокера, умудрился наделать глупостей даже больше, чем его экранный персонаж. В мае 2005 года его арестовали за употребление запрещенных веществ. Спустя месяц он был задержан за хранение героина. В декабре того же года Бранката был обвинен в убийстве полицейского в Бронксе. Полицейский помешал ограблению, которое пытались совершить Бранката и отец его девушки. Офицер вызвал подкрепление, но до его прибытия началась перестрелка, в результате которой полицейский был смертельно ранен. Бранката и его сообщник также получили ранение и были задержаны недалеко от места преступления. Отец девушки был признан виновным в убийстве первой степени и получил пожизненный срок без права на УДО. Бранката судили за убийство второй степени, но присяжные оправдали его по этому пункту. Однако его признали виновным в попытке ограбления и приговорили к 10 годам тюрьмы. В суде Бранката плакал и извинялся перед семьей погибшего, на что сестра офицера саркастично заметила, что это было выступление, достойное Оскара. 31 декабря 2013 года он вышел на свободу по УДО. После освобождения Бранката пытался вернуть свою карьеру, но успеха в Голливуде добиться не смог. Час Пальментери прямо заявил, что не станет помогать бывшему коллеге. В 2018 году Бранката снялся в автобиографическом документальном фильме «Растраченный талант». Бранката, проживая в Йонкерс, сосредоточился на помощи другим людям в борьбе с зависимостью. Имея более 100 тысяч подписчиков в Инстаграм, он делится вдохновляющими постами и работает директором по связям с общественностью в центре More Life Recovery Center. Он подчеркивает важность личной ответственности и признает, что его работа требует постоянного контроля. Параллельно с этим Бранката пишет сценарий к фильму «Никогда не встречай своих кумиров» – драме о зависимостях, в котором Террел Хиггс сыграет его жену. В центре сюжета Джо Престон – заядлый игрок, а фильм раскрывает влияние зависимости, подпитываемой глубокими душевными травмами. В истории, не менее захватывающей, чем сюжеты Сопрано, Роберт Айлер, известный как Энтони Сопрано-младший, сам оказался в центре настоящей драмы в 2001 году. Его арестовали за попытку вооруженного ограбления и хранения марихуаны, тогда он отделался трехлетним условным сроком. Перенесемся в 23 октября 2005 года. Айлер оказывается в эпицентре полицейского рейда на нелегальные игрные клубы, но обвинений ему так и не предъявили. Этот эпизод в его жизни остался за кадром. А затем, в июле 2023 года, Айлер перевоплощается, запуская подкаст «Not Today, Pal» вместе с бывшей коллегой по сериалу Джеймилин Сиглер. Оставив позади свои прежние пристрастия, Айлер проявляет себя в новом амплуа ведущего подкаста. Лично мне это шоу не совсем по душе, но наблюдать, как наследие Тони Сопрано продолжает жить, безусловно, интересно. Добро пожаловать в увлекательный мир Тони Дэроу, актера, воплотившего образ Ларри Борезе в «Клане Сопрано». Но его реальная жизнь переплетается такими фигурами, как Джон Готти и Пол Варио. Представьте себе, Варио, капа преступной семьи Лукеза из Бруклина, оказался в центре судебного процесса после того, как Генри Хилл дал показания. Варио был осужден за мошенничество и получил 4 года заключения. Но на этом его юридические проблемы не закончились. Его осудили за вымогательство, и он получил еще 10 лет тюрьмы. Эта история была увековечена в культовом фильме «Славные парни». И вот появляется Тони Дэроу, чья судьба переплелась с Варио, одним из кукловодов бруклинской мафии. Варио помог Дэроу попасть в мир ночных клубов. Перенесемся в 2011 год, когда на Тони сгущаются тучи, и его обвиняют в том, что он привлек членов семьи Гамбино для решения долговых споров. Сюжет закручивается. Тони признает вину и ожидает трехлетний тюремный срок. Но в итоге сценарий повернулся неожиданным образом. Шесть месяцев домашнего ареста и два года, условно. После этой яркой истории Тони заявил, что усвоил важные уроки. Но в мире организованной преступности, как говорится, никогда не говори никогда. Кстати, у Ларри в Сопрано был брат, и, как оказалось, актер, сыгравший брата Ларри, тоже имел немало общего со своим экранным персонажем. Ричард Мелден – человек, подаривший жизнь образу харизматичного брата Ларри в Сопрано. Но за кулисами его жизнь, казалось, пересекалась с криминальным миром, который он изображал на экране. Его резюме могло бы послужить сценарием для криминальной драмы, включающим такие преступления, как нападение, крупная кража, подделка документов и хранение краденого. В повороте событий, который мог бы соперничать с любым голливудским сценарием, Мелден грозил 15-летний срок за продажу китамина. Однако, подобно опытному мудрецу из Сопрано, Мелден сумел обхитрить правовую систему и избежать надвигающегося приговора. Его карьера на экране началась с роли бдительного телохранителя Джои Засса в фильме «Крестный отец 3», а затем он закрепился в фильмах «Анализируй это» и «Принц из Нью-Йорка». Даже после последнего телевизионного появления в 2006 году Ричард не канул в небытие. К всеобщему удивлению, он участвовал в пробах на роль Джонни Дио в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец». Во вселенной «Сопрано» Гросс исполняет роль Перри Аннунцаты, которого Тони нанимает в качестве телохранителя и водителя в финале сериала. Однако, горячий характер Перри мешает ему удержаться на этой должности после столкновения с самим Тони. Интересно, что Гросс в реальной жизни тоже оказался склонным к необдуманным поступкам. В апреле 2006 года его арестовали по обвинению в том, что он вломился в дом женщины. Но это было не единственное его столкновение с законом. В 2013 году на улицах Нью-Йорка Гросс попался с поддельной валютой. Утверждая, что деньги настоящие, Гросс идет на сделку с правосудием, чтобы избежать 15-летнего срока. Фрэнк Энтони Валелонго-старший, известный как Тони Липп, прославился изображением реальных мафиози на экране, сыграв Филли Лаки из семьи бананов Донни Браско и Фрэнки Монцов в славных парнях. Его путь начался в ночном клубе Коппо-Кабана, где он познакомился с Фордом Копполой, что привело к его первой роли в «Крестном отце» и стало началом его карьеры в кино. Родившись в Бивер-Фоллс, штат Пенсильвания, в итальянской семье, Тони Липп переехал с родителями в Бронкс. Его детское прозвище Тони Липп намекало на его умение убеждать людей делать то, что он хочет. Начиная с 1960 года он работал менеджером в клубе Коппо-Кабана, где завел множество знакомств с знаменитостями и мафиози. Один из значимых эпизодов его жизни произошел, когда он работал телохранителем, на гастролях с пианистом Доном Ширли, что впоследствии было показано в фильме «Зеленая книга». Сценарий к фильму написал его сын, Ник, а самого Тони сыграл Вига Мортенсен. Воплотивший на экране Большого Фрэнка в Сопрано, Майкл Сквикиарини был не просто актером. В 2002 году драматические события сериала пересеклись с реальностью, когда его связали с настоящим мафиозным убийством. Сквичарини, который умер в 2001 году, был замешан в убийстве 1992 года, организованном мафиозной семьей Декавальканте, которая выступила реальным прототипом экранной семьи Сопрано. Жертвой стал Ральф Эрнандес, наркоторговец, убитый Капа Джо Питцем, прикованным к инвалидному креслу. Причастность Сквичарини к этому жестокому эпизоду всплыла благодаря свидетелям, узнавшим его, что связало актера с преступлением, вышедшим за рамки сценария Сопрано. Актер, известный по роли Большого Пусси, сам оказался в центре настоящей драмы. Не ограничившись ссорой, внеэкранная интрига переросла в драму, когда он предположительно взял свою девушку в дикую поездку, включающую бурное столкновение ее лица с коробкой передач автомобиля. Девушка, ставшая невольным соучастником этой бурной саги, открыто заявила о своих жалобах в суде. Однако грузный актер сумел избежать сурового приговора. Вместо тюрьмы его отправили на общественные работы. Сюжетный поворот, который, по мнению некоторых, слишком легко спускает актера с крючка правосудия. Друзья, если вам понравилось видео, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые интересные разборы и теории. А уже сейчас у нас на канале свежее видео о том, кто на самом деле убил Тони Сопрано в финале сериала. Жмите на видео и приятного просмотра!